Привет-привет, вы на канале Игры с куклами. И как всегда, мы что-то делаем интересненькое. Но сегодня ко мне должны прийти гости. Где же они? Кто же ко мне сегодня придет? Обещали прийти мои друзья. Привет, Леночек! Привет! Я очень рада тебя видеть. Но еще обещал сегодня ко мне прийти мой друг, которого вы еще не знаете. Я вас познакомлю с новым другом. Привет! Привет! Представьте всем, как тебя зовут. Меня зовут Акета. Ух, как интересно! А я тебя еще раньше не знала. Ты из какого-то мультика? Да, я из фильма. И из мультика. А в каком фильме мы тебя видели? Стражей Галактики. Ничего себе! Я думаю, ребята, которые смотрели этот фильм, наверное, сразу узнали. Это я, девочка, не смотрю такие фильмы. А мальчики, наверное, которые смотрят их. А в каком мультике ты снимался? Ну, тоже таком-дик. Он называется Стражей Галактики Начало. И там целый эпизод мне посвеченный. Ничего себе, как интересно! Ну, я думаю, тогда мальчикам сегодня будет очень интересно увидеть такого героя. А чем мы сегодня с вами займемся, друзья? Какую мы игру придумаем? Сегодня ты должен был принести нам подарочек какой-то, да? Смотрите, что сегодня нам принес наш новый друг. Вот это крутяк! А что это такое? Расскажи нам, что это такое? Это пластилин, связанный мы с Войнами. Ничего себе! А это обычный пластилин или какой-то необычный? Нет, вин с формочками и вин сделан из пшеницы. Ничего себе! Вот это да! Мы такого пластилина еще не слышали про такой пластилин. Вот это круто! А ты нам покажешь, как с ним работать? Хорошо. Ну, давай, будем распаковывать и будешь показывать и рассказывать. Да, мы с Войнами будем говорить. Тут есть две баночки. Вот здесь показывай, чтобы было видно нам всем. Тут есть две баночки. Леночек, тебе интересно? Да. Смотри. Синяя и красная. Красная это Люк Скайуокер. Это главный персонаж фильма «Звездные войны». И вин потом в кинте стоит с злодеем. Вот это классно! То есть Дарт Вейдером. Ничего себе! А это Сноу Струппер. Это вин ходит на ледяной планете, и вин живет на ледяной планете, и вин защищает свою планету. И на их планете ходят вот такие синие роботы. Вот это классно! Но я думаю, что сегодня мальчикам вообще очень интересно. И летают вот такие вот дроны. Леночек, тебе интересно? Подходи ближе. Это тебе сегодня нужно все слушать? Я этого мультика не знаю. Это для меня все в новинку, но мне очень интересно. А я знаю. А ты знаешь, Леночек, да? Классно! Тебе нравится такой пластилин? Да. Ну давай нам покажет наш новый друг, как с ним нужно работать с этим пластилином. А еще в этом наборе есть звездолет, чтобы Люк Скайуокер на нем летил, а Сноу Струппер отстреливался. Вот это классно! Ничего себе! Классно, Леночек! Да. А еще в том звездолете есть формочки. Есть формочка для бластера Люка Скайуокера, для бластера Сноу Струппера и формочка для дрона. Ничего себе, вот это да. Даже мне нравится. Хоть я и девочка, но мне очень нравится. И потом еще есть отдельная формочка. Есть оружие. Но воно тут показано в виде... А ну ближе показывай нам сюда. Но воно показано в виде тут меча. И вот, это световый меч Люка Скайуокера. Вин синий, потому что все синие роботы носят джедаи, а злодеи носят красный. Классно, вот это интересно. А еще тут есть формочка для роботов. Ничего себе! А это кто, нужно лепить таких роботов с этой формочкой? Ну вот, как вот тут нарисовано. А, как показано на коробочке. Давайте мы посмотрим, что же нарисовано на коробочке. А ну еще нам расскажи, что это такое на коробочке. Вот это вот этот робот. И вот покажено, как его лепить. Классно. Так, вот здесь вы видите эти коробочки, которые здесь, видите? Вот то, что у нас есть уже, мы распаковали, показали. А вот это, это вторая коробочка красная, да? А еще здесь вот нарисовано все, что в наборе. Вот, две баночки, розолит, меч и формочка. Видите какой? А, мы забыли сказать, что этот пластилин называется плейдо. А почему он так называется плейдо? Я могу сказать прям историю всю, как он появился. Расскажи, нам очень интересно. И львеночек тоже послушает. Расскажи нам. Плейдо появился сначала... Куда ближе подходи. Сначала думали, что? Сначала думали изобрести смазку для убирания мусора собой. Потом в садику, в яком, ну, он был бедный, и в нем улепили из всего пластилин, ну, все из смазки. И потом эта смазка засыхала и получила и фигурки. А потом компания, которая выпускала эту смазку, подумала, что можно лучше сделать пластилин, чтобы и убрали все химикаты из пластилин. Ну, из этой смазки. И потом эту смазку, ну, и добавляли красители. И эта смазка стала очень-очень популярной. А плейдо, переводится с английского на нашей, переводится «Играй с ним». Вот это интересно, правда, Леночек? Да. Тебе понравилось? Да. Мы будем знать даже исторические факты, откуда произошел плейдо и как его придумали. Оказывается, его не сразу придумали, а его придумали из смазки. Вот это да, ребята, вы слышали? Как интересно. А еще я знаю очень много историй. Да ты что? А про что ты нам сегодня будешь рассказывать? Ну, я могу рассказать про еще изобретения. Например, про пупырку. Ну, вы знаете, когда вам управляют посылку или вы, вы упаковываете в такую пленочку, и там богато бульбашок. Знаю, да. И она взрывается, да? Мы так ее любим лопать. Очень нравится Леночку тоже нравится, да, Леночек? Да. И вот, и я знаю, как ее изобрели. Ее изобрели так, что сначала думали сделать 3D-обой, а потом придумали так, чтобы упаковывать в нее вещи, и вещи не будут разбиваться. Правильно, ее уже используют в таком образе. То есть, зачем эту пленочку? Для того, чтобы, если присылают посылку, и там есть бьющиеся какие-то у нас игрушки или еще что-то, то для этого ее заматывают в эту пленочку, чтобы было мягко, и чтобы не побить, когда присылаем где-то с другой стороны или далеко. То есть, рассказывай дальше тебе о Перебиле. Как же ее придумали? Ее сначала думали сделать 3D-обой, а потом придумали сделать пленку. И эту пленку начали упаковывать посылки. Вот это классно. А мне всегда было интересно, а как нам делают такие пузырьки? С помощью чего это делается? Сначала берут пленку обычную, потом берут шприцы специальные, и вкалывают в воздух. Вот это интересно. И потом получается пленочка. А еще в Японии придумали такую игрушку, такой брелочек, он бывает разным цветом, называется бесконечная пупырка. Там кнопочки, и потом ты нажимаешь, и за некоторое время воздух опять заходит, и такая бесконечная пупырка. А я когда-то видел в интернете такой. Вот это интересно. Ты молодец, что смотришь такие опознавательные передачи, и очень много знаешь. Мы будем тебя часто приглашать к себе в гости, чтобы нам ты еще что-то рассказывал интересненькое. И ребята будут слушать. Правда, ребята? Я думаю, что они ответили все правду. Ну давай теперь поиграем с нашим кафтелином. Ты нам покажешь, как с ним нужно работать. А то мы даже не имеем представления, что с ним нужно делать. Хорошо. Сначала мы будем лепить пластеры. Давай. Вот мы сейчас возле коробочки его поставим. Будем смотреть. Нужно взять формочку. Ну, физдолет. Тут есть пластеры. Один пластер и второй. Мы берем, открываем баночку. Там пластилин. Ну, покажи, какой он. Видите, ребята, какой он? Пластилин, как тесто. Он представляет собой, как тесто такое липкое, но он не засыхает. Да? Если его оставить незакрытым, то он может засохнуть. За 24 часа он может засохнуть и превратиться в камень. То есть его нужно закрывать в коробочке, чтобы воздух не попадал к нему, да? Чтобы он был закрыт. Понятно. Иси, сейчас мы будем лепить пластер. Какой ты хочешь? Какой? Ну, давай. Вот этот будем лепить. Вот этот. Хорошо. Мы берем... С моей стороны. Потом я попробую. Мы берем вот этот и прижимаем к формочке. Классно. Прижимаем к формочке. Смотрите, как волосики мои красного цвета. Вот такой будет у нас пластер. И потом берем еще пластилин и вытаскиваем его. Ух ты! Вот это классно. И сейчас я уберу излишки и вы увидите пластер. Видите, как нужно работать? Мы бы не догадались сами, что это так все интересно. Я даже не знал, как же достать. О, видите? Может кто-то не знал, как достать. Нужно взять кусочек пластилина, прилепить сверху и пластер достанется. А ну, покажи нам поближе к экрану, чтобы было видно. Давайте все посмотрим. Видите, как классно получилось. Ливаночек, возьми, попробуй сделать другой бластер. Возьми, давай тебе помогу. Какого ты цвета хочешь? Голубого. Сейчас я тебя открою. Так, закрываем красный. Правильно, не забывайте, что нужно закрывать цвет, чтобы он не засыпал. Берем, открываем синий. Берем немножко синего. Отщипываешь кусочек красного цвета и прилипаешь сюда в эту формочку. Это мы делали бластер красный сноу-труппера, а делаем синий для люка Скайвокера. Это я. Слышали все, ребята? Как интересно. А теперь берем еще кусочек. Видишь? Видишь, я бы не догадалась, что это нужно было бы взять, прилепить сверху, чтобы он оторвался. Вот это интересно. Так. Давай. О, а ну покажи всем ребятам, что получилось у нас. Нажимай, нажимай, нажимай. Нажимай, нажимай бы не получится, правильно. А ну, сначала вот так. Смотрите, видно хорошо. А теперь отрываем излишки. Давай нам покажет наш новый друг. Вот такой пластер получился. Класс. И можно дать его баночки. Вот. Вот так. А эта баночка используется, как игрушка прям, да? Ну да. Тут прям лицо нарисовано, вот как на картинке. Нарисовано лицо. И это можно вот так вот садить. Садить. Ух ты. Видишь, Леночек, как можно играться? А еще можно вот этот вот меч ставить вот сюда и полететь. А сноу-трубер, он будет типа стрелять у вас, и вы должны будете уворачиваться. И потом вы победитесь и, конечно же, помиритесь. Вот это интересно. То есть, я думаю, что здесь не просто можно лепить, а здесь даже используются, видите, эти баночки используются, как герои. То есть, с ними играются, они просто так. Давайте я покажу вам, как лепить робот. Давай, очень интересно. Да. Роботам надо лепить специальной формочкой. Вот такой. На картинке нарисовано, что нужно лепить вот так. Вот так. А я люблю по-другому, потому что они тогда, ну, такие плоские, стоят, как печеньки. А ты уже научился по-другому это делать, да? Вот я беру красный, синий цвет. Беру кусочек большой синего цвета. сжимаю понемножку. Потом ставлю формочку. Ну, сначала покажу вам первый вариант. Ну, там же, как нарисовано на картинке, вот так вот. Нужно разжимать, сжать пластилин и просто сжать. Прижимаем, хорошо плотно в формочке. И потом получается вот такой. Но он некрасивый. Видите, какой он на формочке, а какой здесь. Видите, там такие вот. А я делаю по-другому. Я беру формочку, беру пластилин, заталкиваю полностью туда. То есть, хорошо все в ячейке все заполнили в середине, да? Да. Полностью заталкиваю. Беру опять и достаю при помощи пластилина. Беру. как в первый раз ты нам показывал. Что-то не хочется. О, это излишко. И о, вот смотрите. Ух ты, класс. Видите? Ух ты. Красивый. Красивый. Давайте мы его поставим. Сейчас я уберу излишки. Видите, ребята, если кто-то уже работал с пластилином, будете знать, что нужно хорошо затолкать все ячейки, чтобы кончился объемный. Но это не такой пластилин, как обычный. Это он более мягкий и, ой, конечно, только этот пластилин плейдо, он отличается от других. Видите, как красиво получилось? Пальцы не прилипают. А если купить китайскую подделку под плейдо, я уже такую покупал, и она прилипала у меня к пальцам, и было так неприятно каждого раза подхватить медь руки, и так кончилась моя вся баночка. Вот видите, нужно покупать только хороший пластилин плейдо, а то потому что потом не получится у вас работать с ним. Вот как классно получилась, объемная, очень круто. Я думаю, что всем понравилось. Значит, тут и все уже. Ну да, можно, конечно, баночки менять, если вам больше нравятся персонажи. Вот, например, вот тут, по идее, должен сидеть Люк Скайуокер, вот, как вы видите. Как на рисунке, да? Как на рисунке. А можно просто взять обычную баночку без лица поставить, или другую баночку с лицом. Угу. Люк, ты устал? Очень интересно. Нет, ничего, он не устал, он молодец, он сегодня нам так интересно все рассказал и показал. А в следующей серии мы попробуем вам из пластилина плейдо просто что-то интересное слепить. Ты умеешь что-то лепить просто с пластилина плейдо? Обязательно. Ну все. Я могу слепить вам необычную пиццу. Все. Мы будем с нетерпением ждать тебя снова в гости и будем лепить что-то другое еще. И так же и я немножко что-то слеплю, и наш львеночек тоже будет лепить. Да, львеночек? Да. Ну все. На этом, ребята, мы с вами прощаемся. Ставьте лайки. И всем пока. Пока-пока. Заходите к нам в гости и смотрите новые видео. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.